Я бы хотела себе... Я хочу, чтобы как дома было. Я мечтаю. Я хочу, чтобы вас уйдет. Я мечтаю. Спасибо вам большое. Мечты сбываются. Большое-большое спасибо. Я верю, что мечты сбываются. Часто родители пугают своих детей детским домом. В порыве гнева даже не подозревая, насколько обидны их слова для тех, кто сейчас живет под казенной крышей. Важно понимать, что любовь и забота идут от сердца и души. Они появляются через палку и запугивание. И детский дом – это не комната страха. Это дом, где живут такие же дети. И они ценят не потому, что лишены, а просто потому, что любят. В детской деревне города Астаны мы не впервые. Именно здесь мы встречались с харизматичной Галухар-Умбетовой и яркой Земфирой Халиловой. Мечты девочек воплотились в реальность благодаря астанчанам. Сегодня наше внимание приковано к Назаре Бижановой. Для визитной карточки девочки мы выбрали увлечение спортом. Это характеризует ее как человека целеустремленного, волевого и амбициозного. В планах нашей героини только первые места в составе сборной команды. Свой первый мяч в корзину она забросила год назад, после того, как начался отчет ее казенной жизни. Ну, о твоих увлечениях мы поговорим чуть позже, а сейчас давай знакомиться. И первый вопрос у меня. Как давно ты живешь в детском доме? В детской деревне живу я около года и пяти месяцев. Попала я сюда с семьи. В семье жила я благословно. То есть у меня была ну, и своя квартира, и люди, которые за мной смотрели. Причина моего прихода сюда я не сослась характером с тетей. В доме тети Назара оказалась после смерти мамы. 39-летняя женщина скачалась в результате сердечного приступа. До трагического дня двое детей жили только с ней. Отец присутствовал в семье недолго. Часто и скандалы, и постоянные разборки. Такую память он оставил о себе, уходя в другую семью. Моя мама с моим отцом не очень-то и ладили. То есть мой отец относился к моей маме не так, как к все мужья. То есть он не убежал, не разрешал выходить из дома. Ну, она жила как в тюрьме, можно так сказать. Оставшись одна с двумя детьми, женщина полностью погрузилась домашней хлопотой. Работа, дом и дети стали смыслом ее жизни. Каждый день, проведенный с матерью, Назар вспоминает с улыбкой. Короткий промежуток времени, что был отпущен матери с дочерью, наполнил любовью и заботой. Свой восьмой день рождения наша героиня встречала уже без нее. Поскольку я была в том возрасте еще маленькая, и со мной много разговаривали, в тот момент со мной даже разговаривали психологи, поскольку я была маленькая, и все это случилось на моих глазах. Так вот, я... Ну, мне все время говорили, то, что моя мама все видит, то, что она всегда со мной, и я до сих пор это верю, и мне как-то спокойнее. После похорон было принято решение. Дети поедут жить к родной сестре матери. Надо отдать должное. Вопрос о детском доме даже не стоял. Назара вместе с годовалым братиком стали членами семьи, где на тот момент уже было два ребенка. Поначалу, естественно, шел период адаптации. Девочке сложно было сразу принять новый статус. От неуверенности и смущения все валилось из рук. Даже подойти к тете было сложно. Дистанция между родственниками все-таки была, и постараться наладить ее мог только взрослый человек, но никто не воспользовался шансом. Я не могла приблизиться к тете так близко, как к своей маме. То есть я первоначально отдалялась от нее. Я знала, что она не моя мама, и что она мне не сможет дать такой любви, как моя мама. Когда мне исполнилось 14 лет, то есть переходный возраст, у меня начал меняться характер. Я стала более серьезней, и уже начала понимать, кто есть кто. Так вот, с тетей я тогда не смогла сойтись с характером, поскольку она много чего мне запрещала. Она, так сказать, обсуждала меня в разных ситуациях, представляла перед всем классом, и у меня было большое разочарование насчет нее. Сейчас мы слышим только версию обиженного подростка. Слишком мало времени прошло для того, чтобы Назара по-взрослому оценила ситуацию. Но все-таки непонятно, почему взрослый человек, тетя, не смогла найти подход к родной племяннице, и вместе с ней достойно пройти сложный переходный период. Почему полная семья, живущая в достатке, не подключила специалистов-психологов, а вместо этого просто отпустила обиженную девочку? Всегда сложно найти правильный подход к приемному ребенку, но возможно. Для этих целей существуют школы приемных родителей. Неважно, родственники или усыновители, специалисты знают, как правильно наладить взаимоотношения для того, чтобы избежать вторичного сиротства, которая влечет за собой такие переживания. Один раз сильно на нее обиделась и просто-напросто взяла и ушла из дома. То есть у меня не было два дня, я была сильно на нее обижена, не хотела возвращаться туда. Потом я пришла домой и сказала, тетя, я не хочу с вами жить. Ну, это, конечно же, была уже обида, потому что я дома и старалась, и старалась хорошо учиться, и тут мне берут и просто так все запрещают. Я не понимала, за что вообще и почему ко мне так относятся. Чаще всего я думала о маме, спрашивала у нее, почему именно так все со мной случилось, почему именно я. я очень долго стреляла из-за этого. и мне уже в один день стало все равно на то, что будет дальше. После того, как Назара возможность горяча произнесла, я не хочу с вами жить, тетя собрала все необходимые документы, посадила девочку в машину, завезла в приемник, закрыла дверь и, не оборачиваясь, уехала. Две стороны не нашли компромисса и разорвали кровную нить, на которую надеялась мать. Мне совершенно не хотелось с тетей жить. Не знаю почему, но не было желания вообще. То есть мне побыстрее хотелось уйти от нее. Через время в детскую деревню приехал брат Назары. Мальчик решил жить там же, где и сестра. Вместе они сейчас семья, в которой нет родных родителей, но есть названная мама. Это самое важное отличие семейной модели детского дома. Женщина постоянно находится в кругу ребят, самостоятельно ведет хозяйство, готовит и воспитывает детей. Найти подход к каждому у нее получается. Пример Назары тому доказательство. Мне нравится жить в деревне. У меня очень хорошая мама, очень хорошее руководство. Да, в 14 лет, в прошлом году я пришла сюда. Я долго не могла измениться. Я тоже здесь косячила, тоже у меня были свои ошибки. Но я как-то... Со мной проводили беседы и психологи, и сотрудники офиса, и мамы. Я как-то собралась с мыслями и потихоньку начало меняться. Я начала посвящать свое свободное время искусству рисовать. Начала учиться нормально. А сейчас, на данный момент, в свободное время, хожу на баскетбол. Мы не случайно начали с мяча, потому что мы знаем, что достаточно серьезно это твое увлечение, это баскетбол. Расскажи немножечко, почему ты выбрала именно этот вид спорта и что дает тебе возможность, наверное, играть в команде? Знаете, меня в команду взяли неожиданно. То есть я... Просто у нас была физкультура, и мы играли в баскетбол. Вел наш тренер, который сейчас нам ведет по баскетболу. И он говорит, Назара, завтра у нас соревнования, ты поедешь с нами играть. Я такая, ну я даже не умею играть. Он говорит, нет, у тебя есть талант, ты сможешь, ты забиваешь, ты владеешь мячом, и вот, ты завтра поедешь. Я, ладно, поехала. И сама осознала, что действительно, у меня есть талант, и я могу играть. Мне бы хотелось сейчас услышать то, о чем ты мечтаешь на данный момент, лично для себя. Я мечтаю о новом телефоне, потому что мы выезжаем на соревнования в разные места, в разные школы. В декабре месяце у нас будут городские соревнования, то есть я буду выезжать по городам, и мне будет необходима связь. То есть я хочу быть на связи со своими родными, быть в курсе всех событий, которые происходят у меня дома. Век современных технологий, мобильная связь, она просто необходима, мы все это прекрасно понимаем. Я возвращаю тебе твой мяч, со словами, наверное, да, пусть твоя мечта обязательно сбудется. Я верю, что мечта сбывается. Мечта Назары Бижановой обязательно сбудется, потому что по ту сторону экрана есть человек, который услышит нашу героиню и решит поддержать. Если это вы, звоните. Телефон горячей линии на экране. Семейный альбом – это яркие фрагменты детства, позитивные моменты взросления и воспоминания о том, что дорого и памятно. В руках нашего героя фотоальбом. Он пуст, потому что все, кто дороги, ушли. Не оставив даже фото на память, они навсегда остались в душе и сердце мальчика, который сегодня будет говорить о том, что привело его к порогу детского дома. Кнопка студийного фотоаппарата дает старт диалогу. Это фото станет первым в альбоме, который Дмитрий Талипов будет показывать своим детям. Детство Димы практически не отличалось от этой поры у сверстников. Маленьким он бегал по улице, играл с детворой и чувствовал себя счастливым. В доме, куда возвращался усталый ребенок, его всегда ждал накрытый дастархан. Было тепло и уютно. Но встречала нашего героя бабушка, потому что практически сразу после рождения сына мать-кукушка покинула гнездо. Малыш, который никогда не знал ее, думал, что это норма. И в его представлении семья, это папа и бабушка, долгое время было нормой. Дима помнит все, которые отец сделал по праздникам. Мужчина много работал, стараясь обеспечить всем необходимым сына и пожилую мать. Мальчик не чувствовал себя обделенным, и поэтому не было никаких сравнений и сомнений ровно до того момента, как на пороге появилась та, которую он не ждал. Восемь лет Дмитрий впервые увидел мать. Неловкость, смятение и удивление долго не могли Диме дать понять, какие чувства он испытывает к женщине. Через время пришло осознание того, что для мальчика гостя была нежеланной. Восемь лет пропадала мать, стало понятно тогда, когда однажды после своего возвращения женщина пришла домой пьяной. Оказалось, что года назад, в угоду своим пагубным привычкам, она, не задумываясь, бросилась на поиски новых приключений и развлечений, оставив сына на попечении отца. И возвращаться она не планировала. Папа Димы настоял на ее визите. Мужчина надеялся, что в годы разлуки разбудит материнский инстинкт. Но алкоголь давно его уже перечеркнул. Жизнь мальчика поделилась на до и после. Частые скандалы, пьяные разборки матери продолжались в течение года. После женщина вновь ушла и больше не возвращалась. Через время стало известно, что она умерла, так и не став по-настоящему родной и любящей. После жизнь стала потихоньку приходить в свое русло. Папа ходил на работу, свободное время проводил с сыном. Бабушка занималась хозяйством. Но идиллия длилась недолго. Неожиданно для всех скончался отец. Но в силу возраста бабушка не смогла взять на себя ответственность за внука, и Дмитрий переехал в детский дом. Мальчик принял ее решение и без обид перешел в новый статус. Быстро адаптировался в новой обстановке и, не зацикливаясь на прошлом, стал двигаться дальше. Дима уже никого не ждал, когда за ним пришли. Дмитрий переехал в детский дом. В детский дом. Я думаю, что ему нужен наставник, который в дальнейшем его бы поддержал, постоянно бы помогал. Так как он один, ему нужен наставник такой, чтобы больше с ним проводил время, оказывал помощь, не обязательно материальную, но и моральную можно поддержку. Верю я, что все мечты сбываются, 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 сбываются. Сегодня в роли наставника рядом с Димой тренер по баскетболу. В состав команды наш герой вошел после того, как был замечен на игровом поле в школе. С тех пор ежедневные тренировки стали неотъемлемой частью его жизни. Командный дух и сила воли формируют характер и помогают в достижении намеченных целей. Спорт играет очень большую роль в нашей жизни. Баскетбол – это командный вид спорта. Здесь мы сплочаемся, становимся как единая семья. Дима Талипов, я его заметил, он очень одаренный мальчик, очень талантливый. Также очень трудолюбивый мальчик, он не пропускает тренировки, ходит, показал себя с наилучшей стороны. У него есть мечта – получить баскетбольную форму, заиграть за команду профессиональную. Мы вместе с ним будем стремиться к его мечте, так как команда – это вторая семья. Идти в гору и не сворачивать с намеченного пути, обдумывая каждый свой шаг. Дима научился благодаря своему окружению. Ставить цели, мотивировать себя ребенок без родителей должен сам. Это сложно, но только так и не иначе. Ты сможешь свернуть с дороги, по которой в неверном направлении шли те, кто не смог стать примером. Так сегодня думает Дмитрий Тарипов. Герой, чья мечта должна быть услышана. Я думаю, что я не могу стать общением. Дмитрий Тарипов. Я думаю, что здесь есть важная помощь. Я думаю, что я действительно не могу стать архитектором. Потому что я мой архитектором. Я бы не хочу статьным, ставить и дамы, в честь пророчественных горья, между теми со мной проекциальностей, и делиться из-за Прайкции. Я бы выбраться архитектором, где я хочу стать архитектором. Я бы купил баскетбол. звоните если решили поддержать нашего героя телефон горячей линии на экране запомните дорогу осилит только идущий и дима не стоит на месте за определенный период существования наш проект значительно продвинулся вперед нашей команде появились люди которые не ждут эфира а просто звонят и предлагают свою помощь еще мы стали больше рассказывать об альтернативных формах воспитания помогая тем самым кому-то найти своего ребенка и самое важное что после воплощения мечты многие из вас продолжают принимать активное участие в жизни наших героев вот так одна поставленная цель разрослась благодаря тому что вы умеете слышать чувствовать и сострадать